Девчонки, ребята, всем привет! Понимаю, сегодня у нас праздник на Ставрополе объявлен выходным днём. Но прежде чем прийти в РКЦ, я загуглила. Написано, что рабочий день. Приехала, поцеловала дверь и уезжала. Как так можно, я не знаю. Заказала на Валберис скалку. Не скалку, а палку. У меня скалка есть. Мне неудобно ею тесто раскатывать. Вот эти ручки, держалки мне мешают. Заказала палку. Сейчас поедем возьмём. Заказала 70 и 80 сантиметров. Посмотрю, какая удобнее в руках будет сидеть. И разного диаметра заказала. То и возьмём. Не представляете, приехала в дождь. Как так можно? Ну как так можно? Так, тётка, подожди. Патегорский дождь, 9 градусов. Настроение хорошее. Мы вчера с Людмилой так хорошо погуляли. Вкусно покушали. В ресторане не снимала, потому что в ресторане музыка. Почти в понедельник. Думаю, ну тишина будет, мало людей будет. Посидим, поговорим. Нам надо было поговорить. Какой там? Пятигорский нету выходных. Пятигорский понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Всё забито везде. Сегодня дождь. Настроение такое дождливое. Вчера мы не договорили. Вчера посидели в ресторане, потом оттуда поехали в кофейню кофе попить. У таксиста, ну заказали такси, тут рядом, но всё равно. И у таксиста была зельфира. Господи, я думаю, только я одна стала в Пятигорске слушать зельфиру. Такое наслаждение получила. Есть ещё таксисты с хорошим вкусом в Пятигорске. Чё, вот думаю, что делать. Может быть, опять к Людочке? У нас с ней ещё одно незаконченное дело осталось. Я его хотела отложить, а сейчас думаю, зачем откладывать? Если что-то уже в голове засело, откладывать не надо. Надо сразу всё делать. Тем более, она мне это советовала. Анна у нас, женщина умная. Так, сейчас поедем, возьмём мою деревянную палку. А потом уже будем отталкиваться. Я ещё обед не приготовила, но у меня сегодня все дома. Мама дома, девчоночки дома. Может, Лолиточку попрошу, Лолиточка приготовить. Ещё не знаю. Надо до дома доехать. Сегодня просто надо было вот эти вот дела бумажные. закончить. Ладно, может быть, сегодня мы продолжим гулять. Я совсем коротенький со вчера вложек записала. Я его в конце, в конце вставлю, наверное. Потому что там буквально на две минутки. Невозможно записывать. Везде музыка грохочет. Переключимся. Вернулась я уже домой. Не знала, получится одной рукой или нет. Мы пару дней назад с вами мариновали в апельсине золотистого карпа. Духовку я разогрела. Начать в духовке. Всё. Пока у нас рыбка жарится, господи, чему я могу обрадоваться? Так хотелось кофе. Мама купила такую вкусняшку. Это Полина или что-то? Нет, это не Полина. Это что-то там, не знаю. Сейчас будем худеть с мамой. А ты картошку покупала у тех же? Картошку очень вкусно. Эту же, да? За 90 рублей. Молодая картошка. 95 мидовая. Мы её уже за... А неделю назад? 80 было. А неделю назад? Ну, сегодня, может, праздник. Сегодня из-за этого цена. Какого там праздника? Секс. Затем мы сексом. Так, а помидорки какую-то цену? А вон, помидорка вкусно пахнет. Соль. Господи, сколько мы много соли едим, употребляем. Только соль купила опять. Говядина. У меня есть говядина на кости. Не знаю, сделать борщ или сжигалныш. Что-то точное. Где? Не разница. Я всё попробую. Огурчики. Распаковка. Чеснок. Яблоки. Хороших не было. Сейчас заварим кофе. И пока рыбка у меня запекается, выпьем кофе. Это уже, наверное, последний у меня, понимаешь. Я тоже вот у дядьки ездила, клубнику покупала такую. И лук. Купила он такой, знаете, полуживой был. Он говорит, ну это остатки ещё. Тут свежего ничего нет. Крыбке, может быть, салат сделал, да? Потому что гарнира у меня к рыбе нет. Будет рыба и салат. Там все, помидоры, там всё. А консольку сейчас посадим, где ты? А нету, детей нету дома. И хлебушек. Хочу показать вам рыбку. Сейчас рыбку с духовки попробуем и будем прощаться. Держим салат. А вот эти помидоры и зелень. Такие помидоры ароматные. Кофе хочется. Сегодня утром я ещё не пивала. Ну, сегодня я не пивала. Утром чай, по-моему, не пивала. Когда такая погода, меня спасает только в косе. Девчонки у нас рыбу не очень любят. Ну, у меня есть вчерашний супчик куриный. Не знаю, правда, кто будет кушать. Они вчерашнюю еду тоже не любят. Не кушают. Картошку, мама, им нажать. Вот картошку, они с удовольствием будут есть. Картошка у меня, да, наше что-то. Или варёная колбаса или сосиски. Сегодня рыбка. Девчонкам картошечка завтра. А завтра, наверное, борща наварила. Давно я им борщ наварила. Спрошу, если будут... Рыжигал, что они тоже не едят. А вот борщ удовольствием пойдёт. А там такие косточки, как раз, да, с ровушкой накатал. Ну, посмотрим. Завтра видно будет. Шумно. Говорим ребёнка, чтобы покушала. Так, у нас картошечка и рыбка. Смотрите, рыбка какая. Вкуснятина. Так, сейчас садимся обедать. Всё, девчоночки, ребята, нам приятного аппетита. Кто со мной обедает, всем приятного аппетита. Мы с мамой головы себе раздербанили. Раньше не могла есть головы. Всё время думала, как бабушка кушает голову. Смотрите. Одну голову я поем, вторую голову маму поесть. Рыбка клявая. Вот этот карп, мам, самая жирная, да, рыба? Кто-нибудь бы мне раньше сказал, что я буду есть рыбу? Тем более голову. Я бы над этим посмеялась бы человеком. Действительно, вот я в голове не могу есть глаза. У меня бабушка глаза, я глаза не могу есть. Самые вкусные это щечки. Да, мам? Такое сочетание, кажется, несочетаемое, да, рыба с апельсином. Очень вкусно, рекомендую, да, мам? Ладненько, буду отключаться. Все, кто со мной обедает, ещё раз, всем приятного аппетита. Девчонки, сегодня мы гуляем. Сегодня мы идём в ресторан. Не знаю, зачем, взяла очки с собой. Представляете, я уже вечером без очков боюсь не выходить. Слушай, я собралась, Кири, за 10 минут, как солдат Джейм. А? Так, будем заказывать хинкали из баранины. Я буду жареные. Ты какие будешь? Жареные. Тоже жареные? Ты будешь бараньи или классические? Давай бараньи. Давай. Салат вот этот вкусный, да, огурцы, помидоры и орехи. Можно было бы, наверное, сюда не заглядывать, да? Да. Мы меню знаем. В ресторане не снимала, потому что там музыка. Думала, приедем в кафетерий, поснимала. Тут тоже музыка. Так, мы с Людой теряемся. Мы все хотим. И хотим и профитроли, и эклеры, и я хочу и макаронцы. Тут очень вкусная пирамиса. И эклеры точно такой же, только с хлубничкой. Людой порекомендовала свой вкусный чай Есенин. Мне порекомендовали новый чай с травами. Пахлава Людмилына, макаронцы, лимонный море. Везде музыка, ничего не поснимаешь нормально. Все, нам приятного чаепития. Хотя я тут снимала. Торт уже все накрыли, чтобы мне не советовались. До полодиннадцатого мы пирожные кушаем. Что мы и так красивы, труднее красивы. Нам можно.